МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Венгрия. Родина кубика Рубика, озера Болотон, зажигательного чардаша и паприки. А теперь к этому списку можно смело добавить и новый автомобиль Ауди А3 Седан. Новинка станет первой моделью в линейке компании, полностью выпущенной в Венгрии на заводе в городе Дьерия. Ожидается, что ежегодно с конвейера будут сходить 125 тысяч новых Ауди А3 Седан. Главными рынками сбыта в компании считают США, Китай и Россию. Именно поэтому четырехдверную трешку презентовали дважды. Сначала в Нью-Йорке, а потом на автосалоне в Шанхае. И судя по тому, какой фурор произвел автомобиль на выставке, маркетологи компании заранее, может быть, несколько самонадеянно, стали называть модель бестселлером рынка. Причем европейских покупателей они тоже не скидывают со счетов. По мнению аналитиков, внешность трехобъемного кузова и за счет возросшей жесткости лучшая управляемость должны превысить соображение практичности европейцев, которые до сих пор преимущественно выбирали хэтчбеки и универсалы. Седан спроектирован на модульной платформе MQB и, конечно, имеет родственные черты в плане внешности, силовых и технических установок с хэтчбеком. Однако Ауди презентует А3 седан не как автомобиль с иным типом кузова, а как отдельную модель, благодаря которой компания сможет выйти в новый сегмент компактных седанов. Для Ауди седан гольф-класса – это вторжение в новую для себя нишу. И не важно, что основу, модульную платформу MQB А3 седан делит и с синимым Volkswagen Golf, и Skoda Octavia, и другими моделями концерна. Как меня уверяли специалисты Ауди, разница должно то, с чем непосредственно соприкасается человек – дизайн, материалы отделки, сервисные функции и ходовые характеристики. То, что Ауди А3 лимузин, именно так европейцы называют автомобили в кузове седан, это отдельная модель, видно даже внешне, уверяет дизайнер Дени Гарант. В ней, конечно, есть общие черты с другими автомарки, такие как фары, решетка радиатора, сингл-фрейм, но только для того, чтобы подчеркнуть его родственность с семьей Ауди. Во всем остальном А3 лимузин индивидуален. У Ауди А3 седан ярко выражена плечевая часть. Она идет от капота до багажника. Эту линию мы подсмотрели у животных. У хищников всегда задняя часть бедер более выражена. Так и у нашего автомобиля. Эта линия прорисовывает заднюю часть машины, придавая ему спортивный вид. А вот участок под плечевой линией очень натянут. Эту идею мы разглядели, наблюдая за волнами в серфинге. Здесь мы постарались передать силу и мощь волны. Именно такую динамику эта линия и воплощает. Все элементы задней части усиливают горизонтальный вектор, придавая седану спортивный и устойчивый вид. Обратите внимание на гармоничную игру света и тени, благодаря которой автомобиль смотрится более широким, чем на самом деле. Сочетание всех этих элементов и позволило нам создать очень компактный и в то же время солидный дизайн автомобиля. Находкой дизайнеров стали мелкие спойлеры на фонарях и интегрированный в багажник, благодаря чему удалось достичь оптимальной аэродинамической силы. Седан А3 не считается четырехдверным купе, поэтому, по мнению компании, не вполне сравним с Мерседесом CLA. Хотя, фактически, они соперники. И все же что-то от купе вангольштадской лошадке есть. Подоконная линия довольно высокая, боковое остекление узкое, а крыша плавно снижается к заднему стеклу. Однако такая конфигурация крыши не помешала удобно устроить пассажиров на заднем сидении. Мест для ног здесь с запасом. Внутренние размеры салона у седана практически идентичны размерам салона хэтчбэка, но субъективно новичок воспринимается просторнее и воздушнее. А уж у конкурента Мерседеса CLA крыша просто давит на голову сидящих сзади пассажиров. Лаконичный интерьер выглядит дорого. Внутри пахнет натуральной кожей, пластик передней панели мягкий. Конфигурация приборной панели и форма козырька над ней напоминают о машинах первого поколения. Отличительные элементы исполнены так искусно, что на первый взгляд и вовсе незаметны. Именно такой подход к дизайну и радует. Вот он богатый минимализм. Передняя панель монолит. Но если понадобится и если доплатить, из него тут же вырастает монитор системы MMI. 7-дюймовый экран – это визуальное воплощение всей информационно-развлекательной системы. С жестким диском объемом 64 гигабайта, DVD-приводом, возможностью подключения телефона, навигации и, конечно, управления музыкой. На тестовом автомобиле установлена дорогая акустика Bank & Olofsson. 14 динамиков общей мощностью 705 ватт и сабвуфер. Такую музыку можно будет заказать на любой автомобиль. Однако, чтобы наслаждаться подобным звучанием, придется доплатить. Вообще, внутри с первых минут чувствуешь себя как дома. Диапазоны регулировок рулевой колонки и водительского кресла такие, что без труда можно найти свою посадку. По спортивному скошенный снизу руль установлен практически вертикально. А сиденья линейки S-Sport с интегрированными подголовниками, которые, кстати, тоже будут предлагаться опционально, плотно обнимают тело. Все, что нужно в движении, находится перед глазами и под рукой. Отменная эргономика. Интерьер А3 седан приятно отличается вниманием к деталям. Круглые дефлекторы перекочевали сюда с Ауди А1. Однако в А3 они гораздо более интересны. С помощью внешнего серебристого кольца можно изменять силу обдува. А перемещением центральной части вдоль своей оси толщину струи воздуха и его направления. И, конечно, уже ни один современный автомобиль не обходится без связи с внешним миром. Одна из самых приятных фишек в Ауди А3 седан – это наличие встроенного роутера. Мультимедиа, вставляется сумм-карта. Выбираем нужную нам сеть. Вводим пароль. Вуаля! Все работает. Хотя мои коллеги раскритиковали эту функцию. Дескать, А3 не микроавтобус, чтобы много пассажиров одновременно подключались к сети. А у каждого современного телефона есть собственный выход в интернет. И единственное, для чего она нужна, чтобы, подвозя приятеля до метро, между прочим, отметить, что у тебя в машине работает Wi-Fi. Но я с этим не согласна. Мне лично эта функция сильно облегчила жизнь. Не меняя сим-карты в телефоне и не тратя бешеные деньги за интернет-трафик, я могла оставаться на связи, просто купив венгерскую сим-карту. Я сажусь далеко не в девчачью А3. Полный привод, бензиновый двигатель 1,8, 180 лошадей и спортпакет. Автомобиль резво набирает скорость и плавно шелестит по волнам и кочкам пригорода Будапешта. Никаких страстей, никаких лишних переживаний. Автомобиль тормозит и разгоняется ровно так, как я хочу. Полный контроль. Основные параметры испытуемого автомобиля следующие. Двигатель 1,8 TFSI развивает 180 лошадиных сил и 250 ньютон-метра крутящего момента. Ускорение до сотни занимает 7,3 секунды. А максимальная скорость с таким двигателем составляет 232 км в час. Расход топлива в смешанном цикле около 5,7 литра на сотни. Поначалу руль кажется несколько вялым, однако уже на скорости свыше 80 км в час он наливается, становится тяжелым и по-спортивному острым. Помимо двигателя, как в тестовом авто, в России будет предлагаться и 4-цилиндровый силовой агрегат 1,4 мощностью 140 лошадиных сил. А ближе к концу года ряды пополнят 2-литровый турбодизель в 150 лошадок и полноприводный 300-сильный седан S3. Хотя систему Quattro можно будет заказать опционально, как и Audi Drive Select – программу, позволяющую изменять характеристики автомобиля в зависимости от потребностей – комфорт, автоматик или динамик. Благодаря ей характер поведения автомобиля может изменяться от высококомфортного до крайне спортивного. Подвеска проглатывает все неровности, а если включить режим комфорт, то она становится вообще мягкой. И это еще с учетом того, что на тестовой модели стоят 19-е колеса с низкопрофильной резиной. Они тоже опция. Стандартно же, в зависимости от комплектации, на седан А3 идут диски от 16 до 19 дюймов. Двигатели агрегируются шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Однако россиянам она будет недоступна. Все машины на нашем рынке только с автоматом. Семиступенчатая трансмиссия S-Tronic переключает передачу практически без разрыва потока мощности. Во всяком случае, я никаких рывков не ощущаю. Управление осуществляется при помощи рычага или подрулевых лепестков. Режим D настроен на экономию топлива, а спортивный режим S поддерживает более высокие обороты. Однако расход в данном случае бензина увеличивается. Что касается безопасности, то в состав стандартного оборудования, помимо прочих, входит подушка для защиты коленей водителя. А в качестве опции предлагается адаптивный круиз-контроль и программа Audi Press&Basic, аналог вольвовской City Safety. Система Audi Press&Front интегрирована с адаптивным круиз-контролем. При угрозе столкновения машина неоднократно будет напоминать водителю, что лучше держаться все-таки подальше. А в случае реальной опасности она даже сама может инициировать жесткое торможение. Однако, если столкновение все-таки произошло, тормозной ассистент обещает предотвратить повторные столкновения и не допустить неконтролируемого перемещения авто. Нам остается только поверить производителям на слово, поскольку по понятным причинам эту функцию мы не тестировали. Обзорность в автомобиле хорошая, однако по 10-бальной шкале я бы поставила ей 8, и все из-за того, что боковые зеркала сильно заужены к краю. Немцы поступились обзорностью в угоду дизайну. Вообще же создается впечатление, что специалисты из Ингольштата дизайну отвели большую значимость, немного упустив победу в области техники. Российские цены на автомобили пока не объявлены. Известно только, что за машину с бензиновым двигателем 1,4 в Европе будут просить 25 тысяч евро. Вряд ли в России цена кардинально поменяется. Однако помните, сколько раз в течение теста я произносила слово «опция»? Поэтому, несмотря на цену в базе, стоимость будет складываться из личных пожеланий клиента. И если учитывать, что цена доп. оборудования в премиум-сегменте никогда не была низкой, сумма, уплаченная за каждый конкретный автомобиль, может сильно разниться. Европейцы рисуют портрет будущего владельца А3 Седан как неженатого молодого мужчину в возрасте 29-30 лет. Однако Россия – страна специфическая во всех смыслах. Европейские параметры нам не подходят. Среднестатистический российский мужчина в компактный Седан вряд ли сядет. Нисколько не солидно. Поэтому в основном владельцами новинки все же станут представительницы прекрасного пола. Сейчас у четырехдверки А3 Седан в гамме Ауди сложная роль. Она должна служить относительно доступной моделью, заманивающей в эту премиальную марку клиентов, ранее выбирающих менее престижные автомобили. К тому же стать первопроходцем рынка. Первым спортивным Седаном в классе премиальных компактов. Ну что ж, пора делать выводы. Пока, правда, предварительные. Совершенно очевидно, что Ауди А3 Седан у специалистов из Ингольштата получился. Но окончательные выводы мы сможем сделать через год-через два, когда увидим цифры итогов продаж. Ауди А3 Седан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова